Добрый день! Сегодня я планирую рассказывать про другую головоломку, но в нее играют на почте России. Когда она играется, я не знаю. Поэтому пришлось достать киломинкс от Чи, про который уже давно пора было снять видео, но я все что-то откладывал. Выпускается в черном и цветном пластике. Код товара QY3038. Сделан в Китае. Мацувалка улыбается. Окошечко, которое можно подсмотреть, и оно еще каким-то прозрачным материалом затянуто. Открываем. Здесь у нас киломинкс в черном пластике. Посмотрим на инструкцию. Как обычно, я ее не смотрел. Здесь какие-то алгоритмы. Те, кто умеет собирать мегаминкс, соберут и киломинкс. И мы видим, что туториал именно для черной версии. К чему бы это? Ну, к тому, что есть цветная версия, которая отличается. Я купил обе, так как мне было заранее известно, чем они отличаются. Давайте посмотрим. Черная версия. Это стандартный киломинкс, такой уж, как был у Шэнкшоу. Именно еще Шэнкшоу тогда назывался этот бренд, сейчас Сэнксо. То есть, это уголки от мегаминкса и черный центр. Везде одного цвета. На цветной версии, как и у Фанксина, есть цветные центры. Здесь мы видим на белой грани вот такую белую крышечку. И на остальных гранях тоже были подобные. Они сейчас. Вот здесь. Я одну просто для вида вставил обратно. Остальные же я снял. В зависимости от того, есть ли цветной центр или нет, мы получаем разные главоломки. Без цветного центра. Стандартный киломинкс, который также называет киби-минкс, если мы вспомним, мейлон катмою. Ну а с цветными центрами, это мегаминкс 2х2 с центрами. Который собирается аналогично, но нужно первый слой начинать именно на белом центре. И остальные элементы тоже располагать вокруг своих центров. Там, где центров нет, можно начинать сборку с любой грани, как удобно. Ну, есть некоторые свои особенности. Киломинкс собирается в качестве дополнительной дисциплины на чемпионатах по спидклубингу. И версия там именно без цветных центров. Поэтому с цветной версии я эти центры и снял. Помимо чаи, у меня есть еще несколько экземпляров подобной главоломки. Это у нас, ну, Сэнксо, уже обозначенный фанксин с цветными центрами. И Киби Минкс Милонг от Мою, с которого я тоже центры снял, хотя они все и были черными. Увидев Киломинкс от Чи в продаже несколько месяцев назад, я думал, что вот, наконец-то, выйдет идеальная главоломка, которую можно собирать на скорость. Не раздумывая, купил. Незадолго до этого были кубоиды 3х3х2. 2х2х3 очень неплохие. 3х3х2 вообще шикарный. Поэтому я и с радостью купил. Но, что стоит сказать сразу о минусах. В черной версии очень такие дешевые наклейки. Такие были на главоломке Дома Куб. Как-то вот здесь они сэкономили. Здесь зеленый даже же задирается. Ну, смотрится невзрачно. Вращение неплохое, но не настолько, чтобы сделать какую-то революцию. Из всех здесь представленных моделей так себе вращается только Фанксин. Да, ну, я на нем особо и не собирал. Интереса он не представлял. Когда-то я начинал именно соревновательную деятельность на Киламинксе от Сэнксо. Хороший, быстрый, но мне на нем казалось, что присутствуют лакапы. Ну, так оно, наверное, и есть. После Киби Минкс Мейлонг, на нем я и последний чемпионат свой отсобирал. Крутил там несколько сотен сборок. Снял центры, чтобы лакапов было поменьше. Ну, вроде такое поверье есть. Настраивал, смазывал. Ну, вроде бы неплохой. Ну, и вот теперь Чи появился. Я его очень долго тестировал, и так как он меня не сильно впечатлил, то я все откладывал, откладывал в запись этого видео. Ну, видимо, пора. Что могу сказать? Давайте мы их все перемешаем. Я все же сниму вот этот лишний центр с цветной версии. Для этого мы используем простую отверточку. На цветном я крутил побольше, на черном поменьше. Ну, вот сейчас разница во вращении и есть. Фанксин мы отложим, а все остальные четыре перемешаем. Вот Киламинкс Сэнксо. Ну, даже сейчас хорош. Кстати, самый лучший Киламинкс, который я вращал, это модифицированный именно Шинкшоу с магнитами у Тимура Иманова. Было дело. Киламинкс от Милонга. Про характерное название и всю там линейку терминологии до самой большой декаэдров. Я рассказывал в видео про Милонг, про этот. Кому интересно, можете поискать. Милон Киламинкс анбоксинг. Ну, и сам ЧИИ. Сначала черный. Вращается он потише, как помягче. Наверное, поднастроить еще можно черную версию. И будет еще лучше. Ну, и цветной. Тот, с которым я возился дольше всего. Снял и центры. И, по-моему, ослаблял. Уже вот точно не помню. У меня долгое время еще лежал просто так. Ждал своей очереди. Ну, так вот. Давайте соберем все четыре. Гололомка-то быстрая. Начнем с Инксо, чтобы вспомнить, как это все работает. Собираем. Так, два элемента. Еще два. С какой-то неудачной стороны я начал. Так. Первый слой готов. На том, Киламинкс, наверное, больше всего сборок. Ставим уголок. Еще, еще. Когда-то давно я уже планировал полноценный туториум на Киламинкс сделать. Даже начал разрабатывать метод, который самый такой простой. С продвинутым-то все уже понятно. Ну, вот из-за того, что не сильно впечатлил Киламинкс от Чи, я это дело до ума не довел. Так. Ну, и здесь. Вот, именно на этапе перестановки углов возникают на Инксо локапы. Так. Один есть. Дальше. Какой у нас будет? Киби Минкс. Два элемента. Три. А, вот. Четыре. Ну и пятый. Сюда. Так. Ставим один. Ставим второй. Я собираю методом, так называемого, Вестланда Саймона, как в Мегаминксе. Собирать можно, конечно, и по-другому. Но мне нравится именно так. В общем, здесь на Киламинкс можно еще какие-то парочки составлять. Я тоже пытался выводить. Но делать специально такое получается не очень. А когда случайно что-то такое появляется, то можно этим пользоваться. Так, это я сейчас, чтобы не ошибиться, не угадал. Подзабыл я некоторые простые алгоритмы уже на Киламинксе. Надо почаще собирать. Терминатор. Так. Ну вот. Два есть. Переходим к следующей. Вот здесь я что-то плохо перемешал. Давайте еще немножко. Поворащаем. Так. Ну, этот явно требует, чтобы его ослабили. Немножко туговато. Но вот этот вот внешний вид слегка расстраивает. Поэтому на нем крутил мало. А сейчас вот специально перед записью видео я вчерашний день весь крутил все вот эти 4 Киламинкса. Чтобы еще раз их протестировать, освежить. Так. Ну и вроде все тут понятно. Мнение не поменялось. Сюда. Сюда. Вот так. Опять не угадал. Вот тогда вот так. Да. А теперь угадал. Ну и треугольник углов. Лакапы, 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 лакапы. Ну и Киламинкс, который мне сейчас пока больше всего нравится. Такой вот шустренький вроде бы. И вот в той настройке, которую мне удалось достигнуть, ну, вроде неплох. Ну, лакапы тоже есть. Ждал лучшего. Ну, так, 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 стоп. Это тоже сойдет. Ждем, когда кто-нибудь выпустит магнитный Киламинкс. Самому модифицировать мне не хочется. Если кто-то это сделает за меня, я буду не против. Так вот, быстренький вроде бы. Но хотелось бы большего. Так. Что-то я не то собрал. Вот так. Вот так. Видите, лакапочки вот такие тоже. Так. Ну и опять ни одной лямбды. Странно. И вот здесь вот вроде бы помягче. Да, и я пришел к такому выводу, что сделать хороший Киламинкс можно из любой из предложенных моделей. Вообще из любой. То есть это дело настройки. Надо допиливать. Что-то вот крышки снимать. При желании магниты вставлять. Ценовая категория у них у всех примерно одинаковая. Хотя, может, что-то уже поменялось. Но какой момент нужно учитывать. Цветной Киламинкс, он идет вот с крышечками. То есть вот в таком виде. И такой Киламинкс с центрами на соревнованиях по спидкубингу не допускается. Речь идет не о ВЦА-дисциплинах, а о дополнительных. Они далеко не на всех чемпионатах проводятся. Но Киламинкс в качестве дополнительной дисциплины очень популярен. Так что шансы на него велики. Если вдруг организаторы запланируют. Так вот, либо нужно перед чемпионатом, да и во время тренировок эти крышечки просто снять. Без них вроде бы даже и лучше крутится. Либо можно купить два. У меня изначально был план вот эти черные крышки переставить сюда. Они же одинаковые. Должны подойти. А и будет тогда цветной Киламинкс с черными центрами. Ну вот и два варианта. Либо покупать один и оставлять без центров, чтобы он был полноценный. Готовый для сборки. Ну тренироваться можно конечно на центре вообще внимания не обращать. Они рандомно будут располагаться. Но по хорошему Киламинкс должен быть без центров. И либо вставляем черные, либо просто снимаем крышечки. Киламинкс неплохой. Не виртуозный. То есть если у вас есть Киби Минкс Милонг, либо Киламинкс от Сэнксо и они вас устраивают, то покупать от ЧАИ особого смысла нет. Он не намного лучше. Киламинкс от Сэнксо он в принципе неплох, как и более крупные ДДК-эдры. Ну конечно 3х3 сейчас уже сильно уступает современным моделям. А вот 4х4 выше от Сэнксо конкурентов то и нет нормальных. МФ-8 можно не считать. Здесь же, ну наверное, хороший Киламинкс. В итоге, если нет у вас Киламинкса, можно брать. Брать можно любой, тот который есть в наличии. Все равно каждый из них нужно донастраивать, допиливать, дорабатывать. Идеальных сразу нет. Милонг более-менее из коробки вращался. Но все равно, как видите, крышки я с него снял. Мне что-то все не устраивало. Нет пока идеальных головоломки Мегаминкса 2х2. Будем ждать. Может быть Диан Шенх выпустят. Они там уже анонсировали 23х23 магнитный. Не знаю, насколько это реалистично. Но восьмерка вроде бы существует. И там 9, 10, 11 вроде бы должны быть. Двушка, трешка от них я уже купил. Будем тестировать. Рассказывать буду постепенно. Следующий анбоксинг будет про кубоиды. 21 будет какая-то новинка, если успеет приехать. 22. И тоже будет, может быть, Юксин 3х3. Литл Мэджик 2. Ну, либо 2х2 Дёнжи. Посмотрим, что успеется. А на этом у меня все. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok